Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проанализируем одну большую статью, которая, по сути, могла бы стать в зарубежных практиках, в первую очередь в европейских, пояснительной запиской к диссертации. Поскольку структура научных работ в России и за рубежом действительно принципиально отличается, этому будет посвящена одна из последующих наших встреч. Мы разберем, какие бывают виды журналов, что такое вообще квартели, как они делятся, какие не бывают, что такое скопус, елайбрии и куча международных еще баз других. И почему туда входят разные статьи на основании каких показателей. Ну, чтобы было какое-то системное понимание того, где и как нужно вести свою осознанную научную деятельность. Мы действительно проповедуем именно системный комплексный подход, как сказано вот здесь в статье. Но данная конкретно статья посвящена хирургическому лечению одиночных и множественных рецессий десны с применением аллогенной дуроматры. Я решил взять за основу именно данную модель, потому что она позволяет описать создание научного труда с позиции точки ноль. То есть, до момента того, как мы начали это исследовать или собирать информацию, никаких не было исследований. Это своего рода обзор к статье, который называется «Абстракт». Статья должна называться «Системный комплексный подход». Почему системный? Потому что он включает в себя разносторонние исследования. Клинический, гистологический, лабораторный, клеточный, фармакологический, еще какие-то другие и так далее. Поэтому он является системным. И в совокупности результат, который мы получаем в результате исследования, он дает нам четкое подтверждение доказательными методами, общепринятыми, что данное исследование имеет право на существование. И оно действительно фундаментальное. Поэтому вот это слово на сегодня основная проблема следующая. Все занимаются клинико-экспериментальными исследованиями. Ну, примерно с 83-го года, когда, ну, как считается, основные фундаментальные исследования были закончены. Потому что были исследованы основные анатомические структуры, физиологические механизмы и так далее. Мы не берем, конечно же, генетику и так далее. Вот эти высокие технологии, которые появились после, в связи с очередным скачком технологических инноваций. Но на самом деле то, к чему мы прикасаемся в обычной жизни, как клиницисты, все-таки будем говорить об этом. Комплексный подход подразумевает рассмотрение каждого пациента с позиции целого комплекса осмотров и диагностики, дифференциальной диагностики, оценки индивидуальных показателей, разработки системы методик, которые дают нам понимание уникальных качеств пациента для того, чтобы максимально персонифицировать его лечение. Данная статья, по сути, посвящена хирургическому лечению одиночных и множественных рецессий Дисны с применением конкретного пластического материала. Для нас его выбор был определен раз и навсегда. Потому что на момент, когда мы стали исследовать что-то вообще, имея уже хирургический, практический, клинический опыт и опыт изучения научных публикаций, мы поняли, что золотым стандартом раз и навсегда, но без нашего вмешательства, во всяком случае, является аутотрансплантат, который действительно дает отличный клинический результат в области эстетической зоны, в области функциональной нагрузки, тогда, когда врач не уделил должного внимания на этапе установки имплантатов, например, или при каких-то других манипуляциях, когда врач-ортодонт не оценил то, как будут двигаться зубы в подуге вестибулярно, и в процессе ортодонтического лечения стало понятно, что идет образование рецессии, заметное, в середине этого лечения, или в его конце, на разных этапах. К сожалению, все методы, которые потом уже пытались наверстывать, вот эти утраченные детали, они не дают никакого адекватного результата, даже в том числе с применением трансплантата, потому что идет очевидная потеря костной массы, или выдвижение зуба из костной массы. Особенно у тех пациентов, у кого есть особые индивидуальные показатели фенотипические, то есть этой костной массы мало и так. Поэтому, так или иначе, аутотрансплантат может являться золотым стандартом, поскольку до настоящего момента не было других пластических материалов, которые могли бы адекватно заменить его во всех протоколах лечения, сопоставимо по клиническим показателям, по рентгенологическим, гистологическим и другим еще показателям лечения, такие, которые получало использование аутотрансплантата в клинической практике. Основная проблема заключалась в том, это все исходит из темы лечения, почему, да, из темы статьи и темы абстракта. Почему мы применяем аллогенную дуроматор? Потому что материалы, имеющие аллогенное происхождение, имеют максимальное сродство к организму человека. Поэтому, соответственно, мы ожидаем от них какую-то преемственность, мы ожидаем видимость организмом человека, мы ожидаем определенную нормально физиологическую реакцию. Поэтому, так или иначе, какой бы наукой, каким бы локусом конкретным не занимался ученый, в клинической практике и в особенности в хирургической, он должен понимать, что различные области извения, медицинные науки, биологии, физики, химии, биохимии, физиологии и так далее, они все взаимодействуют здесь. И необходимо прийти к состоянию интегрального мышления для того, чтобы успешно оперировать различными аргументами и понятиями для объединения их в единую задачу. Весь клинический опыт и опыт наблюдения исследований показывает, что материала сопоставимого с аузотрансплантатом в мире на сегодня не существует. Нет систематических доказательств успеха того или иного пластического материала, любого происхождения. Аллогенного, псеногенного, синтетического, комбинированного или какого-либо еще. Есть в клинической практике отдельные успехи применения в тех или иных ситуациях. При такой рецессии, при нескольких рецессиях, в трех клинических случаях, ну и так далее. Но нету никакого систематического анализа и комплексного подхода в оценке сопоставимости результатов золотого стандарта аутотрансплантата и любого другого материала, который можно было бы предложить как альтернативу. И в этом и заключается смысл нашего исследования. И вот эта огромная статья, которая заняла для нас почти 10 лет исследований и включила в себя огромный блок разнонаправленных оценок и разработки уникальных дизайнов исследований практически с нуля, в общем-то и стала на сегодня пока для нас предметом исследований. Наш научный поиск лег в направлении изучения уникального материала, который имеет место в организме человека. А это именно так называемая твердая мозговая оболочка или аллогенная дуроматор. Анатомически она находится под костью черепной коробки. То есть, с одной стороны она прилегает к костной ткани, а с другой стороны она находится со стороны головного мозга, но через субы арахноидальную оболочку или паутинную так называемую. Суть паутинной оболочки заключается в том, что в ней расположены сосуды, питающие внутреннюю структуру и обеспечивающие кровоснабжение и единый контур кровоснабжения вокруг головного мозга. Поэтому, ну казалось бы, что с разных сторон твердая мозговая оболочка, то есть дуроматор, должна отличаться. Клинический опыт показал, что по факту такого различия нет. Мы были не первые, кто занимался использованием твердой мозговой оболочки, и этого не надо никогда стесняться в науке. Суть не в том, что вы открыли что-то уникальное, а в том, что вы пошли путем, который уже вроде бы был как тропинка, но более уверенными шагами. Вы понимали, куда вы идете, а не просто шли в темноту. Или в лесу, ну и так далее. Есть много сравнений, которые могли бы описать данное состояние. Суть в том, что мы провели первичный анализ, но у нас был уже клинический результат. Мы видели, что ее применение давало сопоставимый результат. Но они могли его описать научно. Именно поэтому мы занялись этими исследованиями. Основная проблема молодых ученых, которые вступают на этот путь, заключается в том, что у них нет научных идей. Они хотят исследовать, у них горит глаз, у них есть амбиции, но что конкретно исследовать, у них нет понимания. Поэтому чаще всего они встают на стезю своего руководителя и берут какую-то отпочкованную тему, которая так или иначе в сумме, а в совокупности, подразумевает исследование того же предмета. Хотя на самом деле большое количество тем еще не исследовано, которые идут параллельно или около того, или находятся вообще в других плоскостях. Как и получилось в нашем случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!